МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабно и со смыслом на базе 35-й школы прошел семейный форум. Каждого ребенка должна окружать любовь, доброта. Что во главе угла? Гремучая смесь. Работник агропредприятия похищал ядохимикаты и дизельное топливо. В отношении должностного лица проводится проверка. Какой ущерб нанес воришка? Сила народов. Брянская молодежь посетила Бобруйск с дружеским визитом. Каким творчеством, талантами они обладают? С чем приехали гости? А также двухдневный визит, качественный продукт и под контролем. Беларуси удалось сократить общее число киберпредступлений. Кто стоит за спокойствием жителей? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Во второй день официального визита Александр Лукашенко и Ильха Малиев посетили возрождаемые территории. Послевоенное восстановление – одна из тем общения лидеров. Как заявил глава нашего государства, нужно создавать здесь рабочие места, обеспечивать гражданам достойную жизнь. Конечно, это займет время. Беларусь готова принимать участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе. Мы хотим, чтобы все государственные услуги сосредоточились в одном месте, чтобы отступнуть. Поэтому и другие органы, и региональные ведомства, и все будут находиться здесь. Чтобы человек не шлялся, по городу пришел. И потом, я скажу, Александр Григорьевич, эта модель, которую мы сейчас осуществляем в Карабахе и в Восточном Зангизуре, потом она будет востребована и в других регионах. И в плане городостроительства, и в плане управления, и в плане коммунального хозяйства. То есть это современная модель, которая по существу изменит Азербайджан полностью. Александр Лукашенко ознакомился с новым международным аэропортом. Эта воздушная гавань связывает столицу Азербайджана с Карабахом. Ее начали строить в январе 2021-го. Уже в сентябре тут приземлился первый самолет. К слову, белорусский лидер подарил городу Шуша отечественные тракторы. Люди Икс, сотрудник агропредприятия, ежедневно брал работу на дом. 49-летний местный житель систематически похищал ядохимикаты и дистоплива. При осмотре гаража подозреваемого правоохранители обнаружили свыше 50 литров жидкости. Однако средствами для защиты растений дело не ограничивалось. Регулярно заправлял личный автомобиль окрашенным дизельным топливом, похищенным из местного хозяйства. Ядохимикаты изъяты, в отношении должностного лица проводится проверка. Общий ущерб хозяйству около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Горячая линия, комфортный праздник и финансовый подъем. Реальные доходы белорусов продолжают расти, что двигает экономику вперед. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С января по апрель изготовлена сельхозпродукция на 6,5 миллиардов рублей. Показатель вырос на почти 7% в сравнении с прошлым годом. Общий объем скота и птицы 613 тысяч тонн в живом весе. Выпуск молока увеличился на более чем 8%, достигнув отметки в 2865 тонн. Также производство яиц подскочило на 19% за 4 месяца свыше 1200 миллионов штук. Реальные доходы белорусов продолжают расти. В первом квартале показатель увеличился на 9%. Отмечается, в общем объеме большую часть занимает оплата труда. Далее идут пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты. Замыкает цепочку прибыль от предпринимательской деятельности. Статистика сформирована за вычетом налогов и с учетом инфляции. В Беларуси удалось сократить общее число киберпреступлений. Ситуация улучшилась благодаря слаженной работе правоохранительных органов и банковских учреждений. За 4 месяца 2024 раскрываемость тяжких киберзлодеяний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась на 19%. 18 мая Комитет госконтроля проведет горячую линию по обеспечению соцстандартов ЖКХ. С 9 до 18 часов по номеру 191 можно сообщить информацию о ненадлежащей работе и проблемных моментах. Например, отсутствие или ограничение доступа к системам водоснабжения, перебой с подачей воды, неудовлетворительное состояние улиц и многое другое. Гости Международного фестиваля искусств «Славянский базар» смогут посетить Беларусь без виз. Для организаторов и участников преференции будут действовать с 4 по 21 июля. Кроме того, гости не будут оплачивать госпошлину за регистрацию временного пребывания. Безвизовым режимом смогут пользоваться жители 73 стран. Правила безопасности. Госавтоинспекция провела рейд по предупреждению наездов. На карандаше уязвимые участники дорожного движения, велосипедисты и пешеходы, передвигающиеся на средствах персональной мобильности. Сотрудники ГАИ в целях предупреждения аварии проводят массированные отработки опасных участков дорог. Комплекс мер продолжится до 24 мая. При пересечении проезжей части дороги необходимо снизить скорость движения, убедиться, что автомобили остановились и пропускают вас, и только затем начинать движение со скоростью идущего шагом пешехода. За 4 месяца этого года в городе зарегистрировано 10 таких ДТП. В результате аварии 10 человек получили ранения. ГАИ призывает к предельной внимательности и осторожности. Бобруйский городской форум «Семья в современном обществе» в рамках республиканской акции собрал более 150 участников. Главный вопрос – как сохранить и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Ответы знает Виталий Гаврусев. Проведение в мае республиканской акции «Моя семья – моя страна» стало доброй традицией. Целевая аудитория молодые и многодетные семьи, подростки и учащиеся молодежь. Это не просто сообщество людей, которые живут под одной крышей. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга. Каждого ребенка должна окружать любовь, доброта. И вот наше сегодня мероприятие, наверное, и поднимает ряд вопросов именно в плане того, чтобы семья была крепкая. Мы говорим, крепкая семья – это опора государства. Бобруйский городской форум «Семья в современном обществе» на базе 35-й школы имени Батова собрал более 150 участников. В зале – представители руководства города и администрации, общественных организаций, здравоохранения, образования и духовенства. Семья – это и основа государства любого, и с православной точки зрения – это малая церковь. Там, где все начинается. Начинается воспитание, закладываются все основы, и в том числе традиционные, христианские. Несмотря на возраст и социальное положение, для каждого семья должна быть на первом месте. Очень важно всецело поддерживать не только благополучие уже имеющихся, но и создание новых ячеек общества. Очень важный форум, и самое главное его девиз – «Женщина и семья вместе» – это все основное, вокруг чего составляется все остальное наша жизнь. Это такая связь, которая должна быть неразрывной, которая должна быть в каждом сердце. И семья – это и есть то, ради чего мы все живем, работаем. Кульминацией форума стало награждение победителей ежегодного конкурса «Женщина года». За три года было проведено очень много мероприятий, акций различных экологического характера, работа с детьми, формат мероприятий различный, конкурсы, акции, мастер-классы. За 2023 год была проведена большая работа, как спонсорская, так и благотворительная. Участвовали во всех всевозможных мероприятиях. Ну и большое спасибо всем организаторам и тем, кто оценил наш труд. Женщина на своих плечах может вынести все это только с любовью, только с терпением и только в союзе с хорошей, крепкой семьей. Сегодня тематические пресс-конференции, интервью, форумы, конференции, круглые столы, прямые телефонные линии, направленные на популяризацию мер государственной поддержки семей с детьми, продвижение традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск-360. Две сестры молодежи из Брянской области навестила Бобруйск. Участники делегации приехали не с пустыми руками. Ребята из дружественной страны привезли проект «Мы верные потомки Отечества». Студенты высших учебных заведений показали братьям-белорусам концертные номера, посвященные взаимной дружбе и годовщине Великой Победы. Бобруйск впервые. В прошлом году мы были в других городах Могилевской области. В этом году мы еще затронем Гомель. Мы очень рады, что нам предоставляется такая возможность увидеть, как работают другие предприятия из других государств, как работает молодежь, каким творчеством, талантами они обладают. В рамках реализации проекта организуются открытые диалоги, молодежные квизы, гражданско-патриотические квесты, экскурсии и встречи. После Бобруйска гости отправились дарить эмоции в другие города Беларуси. Почему знать культуру важно? Как поддержать белорусские традиции? И чтит ли молодежь память о своей стране? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok